Строительство школ, детских садов и медицинских учреждений в нашей республике по линии евразийской интеграции идет по плану. Политический кризис у наших соседей в Молдове и Украине пока не мешает реализации 12 социальных проектов в Приднестровье. В случае, если даже появятся какие-либо преграды, по словам Александра Аргунова, Россия найдет способы преодолеть эти сложности. Деятельность евразийской интеграции в Приднестровье это не пиар, а долгосрочные вложения в будущее своих сограждан, заявил руководитель ОНО на итоговой пресс-конференции. Люди здесь в Приднестровье, как мне кажется, все-таки начали верить в то, что России не безразличны, ее граждане, которых здесь около 200 тысяч. И сама судьба республики, что Россия всерьез собирается оказывать помощь Приднестровью и подтверждением тому служат те объекты, которые были включены в программу первого этапа. Первый этап в строительстве социальных объектов работы по устройству котлованов уже завершены. Все эти работы выполнили строители из Приднестровья. Теперь на очереди монолитные работы, то есть возведение зданий. В этой сфере высококлассных специалистов в нашей республике уже не так много, поэтому список вакансий на официальном сайте Российской некоммерческой организации снова будет расти. Только одна из приднестровских строительных организаций согласилась продолжить работы. Деньги, которые выделены, это деньги Приднестровья, это не наши деньги. Это деньги, которые определены российским правительством для того, чтобы они были реализованы в конкретных проектах на территории республики. И любой, каждый рубль, который пойдет в сверхприбыль кого-то конкретного, он будет вынут из того же детского сада. Если мы заплатим дороже подрядчику, то значит меньше денег пойдет на оборудование этого детского сада. Помимо строительства школ, детских садов и медицинских учреждений, евразийская интеграция уже реализовала ряд проектов. Это закупка восьми карет скорой помощи, среди которых три реанимобиля, один неонатальный, ремонт и компьютерная модернизация 19 аудиторий ПГУ. А совсем недавно группа приднестровских онкологов и врачей скорой помощи прошли курсы повышения квалификации в российских институтах. В перспективе евразийская интеграция готова принять участие в программе развития приднестровских сел. Сейчас рассматривается и прорабатывается вопрос вложений в сельское хозяйство. Ведь приднестровская земля, ну сам Бог велел здесь выращивать фрукты и овощи. И это то, что, в общем-то, будет, как мы считаем, беспроигрышным вложением при любой ситуации. Но прежде, по словам Александра Аргунова, нужно завершить строительство тех объектов, которые ведется сегодня. По планам осенью следующего года все работы будут завершены. Татьяна Сярова, Станислав Стоянов и Юрий Прошечев. Первый Приднестровский.